В августе в Италии прошел чемпионат Европы по плаванию в ластах. Новосибирец Павел Кабанов завоевал на нем 4 золотых медали и установил 2 новых мировых рекорда. Как это удалось и кто были его главные соперники, узнать из нашего интервью. Если раньше Павел плавал на дистанции 400, 800 и 1500 метров, то теперь он добивается успеха в спринте. Плаванием в ластах начал заниматься в школьные годы, что называется, за компанию с другом. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях 15-ти кратный чемпион мира по плаванию в ластах Павел Кабанов. Здравствуйте! Мы вас поздравляем с очередной победой. 4 медали. Вот они все красавицы у нас здесь лежат. Чемпионат Европы был. Прошел он успешно в Италии. Расскажите, кто были главные конкуренты? Легко ли далась победа, либо играючи? Вы знаете, победа далась, наверное, не так, скажем, что очень тяжело, видимо, в этот раз. Несмотря на то, что соперники были сильные, основные конкуренты у меня были, это, греки. Также был мой, как сказать, спарринг-партнер Алексей Казанцев, он тоже из Новосибирска. Мы вместе тренируемся у одного тренера, выступаем вместе всегда, как бы, на всех треновках вместе. И он очень тоже сильный. И после меня он занимал вторые места. Ну вот грекам-то хорошо, они там в море у себя с ластами плескаются весь день, натренированные, да? А вот кого сложнее, так скажем, побеждать? Своих или чужих? Вот какие ощущения при этом психологически возникают? Ну, на данный момент, наверное, были все-таки своих, наверное. Когда я его знаю, то есть я знаю, что он сильный, он может, судя по результатам сезона и других спортсменов, могу сказать, что они немножко были слабее. Что касается рекордов, несколько рекордов, два рекорда установили на чемпионате. Расскажите, что это за рекорды? Мы вообще установили, как нам сказали, три рекорда на чемпионате Европы. Да, но третий рекорд был, мы проплыли эстафету 4 по 100. Мужская команда, мы выиграли, но проплыли сотую в сотую, как и в предыдущем году. Повторили, получается. Мы, получается, да, как бы повторили, нам сказали, да, рекорд мира, все, но мы повторили его. То есть у нас новая команда немножко была, состав. Но повторили, ладно, рекорд мира есть, это мы не будем его считать. А лично, вот то, что личное, 50 метров сверху, значит, 50 метров ныряния и 100 метров с аквалангом. 100 метров с аквалангом немножко не хватило мне там до рекорда мира. Уже бьюсь сколько лет, ну, какая-то заколдованная такая дистанция. Рекорд очень сильный, 12 лет он стоит, установлен Евгением Скорженко из Томска еще. 12 лет. Уже 12 лет рекорду, да, и я вот, она как заколдованная, я не могу. Уже близки к этому? Да, уже близок, уже там 3 десятых, 2 десятых, когда вообще несколько сотых не хватает. Вот, именно на сотые, десятые секунды идут вот эти самые рекорды. Насколько вам удалось опередить предыдущие? Значит, 50 метров ныряния я установил рекорд, опередив на 4 сотые. То есть это вообще... При этом, получается, за сколько проплыли? Ну, вот чтобы понять... 50 метров я проплыл с ныряния за 13 секунд и 85 сотых. Сверху мне удалось на 11 сотых превысить рекорд мира. Это проплыло я сверху за 15 секунд и 6 сотых. А вот скажите, все-таки рекорды устанавливаются благодаря усиленным каким-то тренировкам, да, в спортивной форме спортсмена, либо, может быть, снаряжение в этом плане тоже играет какую-то роль? Вы знаете, вообще все, как бы, как вот это, как группа, как бригада такая, это все должно работать. То есть и на тренировках надо выкладываться полностью, то есть это... Ну, как бы не было хорошо... Как бы наоборот, если какая бы не была хорошая у него, не знаю, экипировка, там, ласта, если человек не готов, то он не проплывет никогда. И вот, кстати, о ластах. Все вместе. Хочется очень пощупать, посмотреть. И не так-то здесь все просто в этой ласте, да, как вы сказали? Да, все очень непросто. Все они изготавливаются индивидуально? Ага. Вот. У нас в нашем виде спорта практически вся амуниция изготавливается индивидуально. Наверное, кроме комбинезонов, костюмов для плавания. То есть они у нас... Стандартные. Стандартные, да. То есть обязательно должна быть эмблема КМАС. То есть вот такая вот эмблема КМАС должна быть. Диана – это производитель. То есть у нас несколько производителей. Да, он плотный. То есть он не дает, как сказать, коже, мышцам вибрацию производить. То есть затормаживаться в воде. Вот то ли дело ласты. Здесь есть простор для воображения. Как вы мне уже сказали, здесь... Вот давайте перевернем. Она тяжелая, да. Да, тяжелая. Кстати, сколько весит ласта? Ну, почти 4 килограмма у данных. Ого, 4 килограмма на ногах. Вот здесь каждый слой, как вы рассказывали, как-то снимает. Да, берется пластина, значит, специальная. Там тренер ее выбирает. Делается, кстати, мой тренер, Солмин Александр Михайлович. Ему огромное спасибо. И чем ближе, чем дальше, наверное, к концу ласты, как хвост получается, тем больше слоев снимается. Он там снимет, посмотрит. То есть обязательно нужен правильный угол у ласты, то есть правильный сгиб у ласты. Я смотрю, здесь еще всякие узоры, такие треугольнички. Это тоже что-то значит. То есть специфика снятия. То есть где-то посередине он должен быть пожестче, идти по краям послабже. То есть как-то вот делается. А есть какие-то требования к ластам, которые предъявляются, что там она не должна быть больше, либо меньше, либо из определенных материалов? Нет, определенные материалы роли не играют, а размеры имеют значение. То есть определенный объем, то есть если она в этот объем входит, то ласта, значит, по стандартам проходит. О нюансах плавания в ластах мы еще обязательно поговорим, а прямо сейчас ненадолго прервемся, посмотрим новости. Ласта, костюм, трубка и очки. Этого достаточно, чтобы заниматься плаванием в ластах, но недостаточно, чтобы стать чемпионом. О том, как удалось установить новые мировые рекорды, рассказывает Павел Кабанов. 15-кратный чемпион мира и 18-кратный чемпион Европы. В свободное от подготовки к соревнованиям время он с удовольствием управляет автомобилями. И вообще признается, что он заядлый поклонник автопрома. А мы продолжаем нашу беседу. И я напомню, что сегодня у нас в гостях рекордсмен мира по плаванию в ластах Павел Кабанов. И вот вопрос. Чемпионат Европы был по плаванию в ластах, а ласта у нас здесь одна. Почему так? Почему в итоге выбрали в моноласте состязаться? Когда-то? Ой, ну это было очень давно, это еще в третьем классе. Ну это понятно, все-таки 15-кратный чемпион мира и 18-кратная Европа. До этого я, в принципе, особым спортом не занимался. Так, футбол, бегал во дворе, занимался авиамодельным спортом. И как бы в плавании просто как вода, как бы нравилось купаться. И пришел к нам мальчик в школу, новенький. Познакомились, он уже занимался, то есть ходил в бассейн, занимался плаванием. Он мне объяснял там в ласте, что-то большая ласта. Начал мне объяснять, тогда мне было неважно. Говорю, пойдем, приведешь меня. Он меня привел, ну что, меня отдали в группу. Я плавал, плавал. Там, сначала большие ласты не давали, раздельных сначала плавали, учились. Ну, снова там повороты, там, дыхание в трубку покажу еще чуть позже. Да, да. И после, как-то прошел, наверное, год, там, начало получаться, само собой начало получаться. Заметили меня тренера и уже начали со мной работать более так. То есть получается, как там, как селекция получается, что приходит там 50-100 человек и потом... А, кстати, мальчик-то тут в итоге в большой спорт ушел? Нет, до большого спорта он не дошел, к сожалению. У него там свои планы, институты и так далее. То есть высоких витатов он не добился, но благодаря нему я оказался здесь и нисколько не жалею. Ну, не знаю, как-то душой нравится вот этот спорт, вот этот драйв, который я получаю на старте, адреналин вот этот вот. Раньше я плавал длинные дистанции. Одно время, то есть они меня наскучили, то есть я уже хотел бросать. Попробовал после этого короткие, прям короткие, да. То есть самые короткие дистанции 50-100 метров. Вы знаете, это, на мой взгляд, как небо и земля. То есть это как вот второе дыхание у меня открылось. То есть это совсем все по-другому? Совсем все по-другому. То есть там зависит вообще все, малейшее там, старт очень важный. То есть не дай бог там, то есть любые сотые на старте, там нигде нельзя никаких лишних движений, ничего делать. Все зависит, потому что спринт там все на сотые разница. И меня вот эта вот скорость, во-первых, скорость очень высокая. А какую скорость спортсмены развивают власти примерно там? Ну, если мы плывем 15 секунд 50 метров, ну это, наверное, 5-6 метров в секунду. Ну, да. Ну, это быстро получается. Это быстро, да, Павел. Как вы уже нам обещали, проанонсировали, давайте коммерить все это снаряжение. Хочется посмотреть на вас, так скажем, в рабочем виде. Маска. Ну, маски, наверное, не очень. Я буду хорошо смотреться. Она же, чтобы не протекала. То есть маска одевается. Маска тоже индивидуально, да, изготавливается? Нет, ну, маска, так скажем, не очень индивидуальна. О, теперь я вас прямо узнала, Павел Каманов. Да, как в самолете. Да. Держим. Ну, и одевается трубка. Все. Как говорить-то в ней? Никак. Поэтому мы здесь дам разговаривать без маски, без трубки. Вообще снаряжение полностью готовится, так скажем, даже труба, вот, она готовится под спортсмена. То есть изготавливается она тоже вручную из, не знаю, из какой-то трубы, возможно, водопроводной. В общем, ход идет все предметы под рукой, которые... А признаетесь, есть у вас или нет какие-нибудь свои секреты превосходства над соперниками? Да, как таковых секретов нету. Ну, как плывете? Ну, как плывем? Перед стартом как-то погружаешься в себя немножко, что ли, чтобы как-то сам с собой борешься, скорее всего, вот именно со страхом, там преодолеваешь какое-то там чувство. То есть как-то сам чувствуешь вот этот вот... У 15-ти кратного чемпиона мира все еще есть страх? Ну, как страх? Волнение, оно всегда должно присутствовать. Без волнения не будет хороших стартов. Оно помогает плыть быстрее. А вот в чем, так скажем, вот, чем вам так нравится именно вот эта одна ласта? Все-таки, как вы сказали, сначала и в двух, да, плавали, а потом одну выбрали. Вот в чем именно кайф в такой ласте плавать? Скорость. Скорость, вот этот вот драйв, кураж... Получается, в одной ласте быстрее плывешь, чем в двух? Да, да. Ну, это всех быстрее. То есть если сравнивать с чистым плаванием, кролем, там пловут за 21, по-моему, секунду, 50 метров, то у нас за 15. Разница 6 секунд на 50 метров, это, ну, очень много. Скажите, как уже говорили, да, греки и русские ребята главные наши соперники, да? Ну, еще немцы, то есть вообще сильные, итальянцы очень сильные. То есть они, как наши даже вот на эстафете наши конкуренты были, то есть второе место заняли. А что дальше? Какие еще предстоят соревнования впереди? У нас сейчас пока отдых небольшой и в конце октября у нас будет финал Кубка Мира в Польше. Ну что ж, пожелаем вам удачи на финале Кубка Мира. Будем надеяться, что еще ни одну медаль принесете России и, конечно же, мировые рекорды тоже за вами. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Павел Кабанов. Спасибо и вам. Занимайтесь спортом. Движение – это жизнь. Запомните это.